МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Студент ради зачёта идёт на всё, даже на зачёт. Здравствуйте! С вами снова я, Сергей Козлович, и программа «Зачётная неделя». Половина семестра для студентов прошла по-разному. Кто-то кропотливо писал лекции, выполнял лабораторные работы, а кто-то копил силы к сессии, отдыхал. Но сейчас наступил переломный момент. Вы, наверное, задумались над своим багажом знаний. А мы продолжаем. Сегодня в выпуске. Чем завлечь студентов на лекцию? Таризма должна быть у каждого человека. И как спастись в тайге от медведя? Сделаем шашлык с этого мишки. Как приготовить студенческий обед? Иногда очень трудно найти свободную минуту, даже чтобы перекусить. Танцуют все. Или ищи себя в отражениях. Об этом и не только. Прямо сейчас. Луиджи Гальвани открыл живое электричество, приготовливая бульон из лягушачьих лапок. Как этот факт связан с нашим гостем? Всё просто. У нас в гостях преподаватель теории электрических цепей Виктория Николаевна Пригара. Виктория Николаевна окончила факультет информационных технологий и управления и осталась преданной нашему университету. Любимое увлечение – путешествие по интересным местам. Вильнюс, Каунис, Киев. Причём экскурсиям на автобусе предпочитают путешествие на машине с семьёй. Своих друзей агитируют прыгнуть с парашютом, но сама пока не решается. Спрыгнула бы, оправдывается Виктория Николаевна, но боюсь, что не раскроется. Текущая цель – получить права и самой сесть за руль. Здравствуйте, Виктория Николаевна. Спасибо, что посетили нас сегодня. Итак, Виктория Николаевна, многие студенты настолько любят своих преподавателей, что готовы и Новый год с ними вместе провести, да и на пляж с учебниками прогуляться. Тут вам и уважение появляется, тут и конспекты чудом находятся. А вот вы, приходилось ли вам переиздавать теорию электрических цепей? Вы знаете, что касается лично меня, к вашему огромному сожалению, я теорию электрических цепей сдавала с первых раз. И сдавала самому Леониду Юрьевичу Шилину. Наверное, всем известно, он очень требовательный. И теорию электрических цепей все знали и учили. Вы сами выпускницы нашего университета, а вот сейчас уже у нас работаете. Как сработали с преподавателями своими? Вы знаете, что касается моих коллег, как и по работе можно к ним обратиться за любым вопросом. Никто никогда не откажет. Всегда все очень милые, добродушные люди. То есть у меня, ну как, может быть, я сама такой человек, что у меня нет ни с кем конфликтных ситуаций. Я со всеми дружу, со всеми общаюсь, и мне кажется, коллектив очень у нас слажен. По поводу лекций. Сейчас вы, наверное, сами знаете, что удержать внимание студентов очень сложно. Некоторые преподаватели ищут свои пути. Кто-то может строгостью, кто-то может быть интересным изложением материала. Как вы думаете, а вот харизма для преподавателя, она важна на сегодняшний день? На сегодняшний день, наверное, харизма должна быть у каждого человека. Ведь человек должен себя как-то преподносить, чтобы его запоминали, чтобы он был ярок. Что касается лекционных занятий, то, мне кажется, каждый преподаватель, который уже читает лекции, он настолько может все интересно преподнести и завлечь как-то молодежь. Студенты, допустим, могут и подшутить, и это приветствуется, где-то, допустим, что-то спросить и вне лекционного курса. Для гурманов и не только Павел Лапицкий предложит несколько вариантов решения вечной проблемы питания студентов. Рубрика «Хостел». Жизнь студента – это постоянное движение. Иногда очень трудно найти свободную минуту, даже чтобы перекусить. Продукты есть, а желания нет. Как решить эту проблему? Мы предложим вам три варианта. Голова трещит по швам, в ритме знания поглощая, и уже не разобрает точка, где-где запятая. Комната три на четыре, сосед громче оркестра, хвосты пора сдавать, как-никак конец и метра. Ну а если вы привыкли к домашней еде и хотите чего-нибудь особенного, специально для гурманов есть также простое решение. Продолжение следует... Продолжение следует... «Ошибаемся, есть моменты, помнёмся...» Ну а если вы устали, и стипендия была совсем недавно, то для вас специальное предложение – «Столовый багуир». «Ошибаемся, есть моменты, поддаёмся на эксперименты, ну а как иначе...» «Самые-самые яркие-яркие в жизни фрагменты» «Самые-самые жаркие-яркие в слух комплименты» «Ошибаемся, есть моменты, я пользуюсь кулинарными рецептами». Я, допустим, будучи где-нибудь в гостях, попробовав блюдо, либо в ресторанах, либо какой-нибудь кулинарный изыск, я всегда сама дома могу приготовить его, зная просто ингредиенты. А так, скорее всего, я более такая фантазёрка. Ну да. И как эксперименты, как семья? Не сильно? Ой, ну вы знаете, они у меня не худенькие, нормально. Часто эксперименты были неудачными? Ой, ну и это было, но это было, наверное, скорее всего, до замужества. Когда вышла замуж, всё было очень хорошо. Как-то мужа голодного-то оставить. Поэтому все эксперименты – это, наверное, более в студенческие годы. Сейчас уже более всё отлажено и налажено в быту. Вы сейчас, да, семейный человек, ну ещё, конечно же, в самом расцвете сил. Как часто из-за вас плачут мужчины? Вы знаете, конечно, бы хотелось, чтобы чаще плакали, но жизнь, она ставит свои приоритеты. Но в каком плане вы задали такой вопрос? Ну то есть как вы это рассматриваете? Плачут студенты? Не то, что студенты. Почему? Ну хотя, иногда и студенты, конечно, немного обижаются на преподавателей. Но в том плане, что вы не считаете ли это слабостью, когда мужчина плачет? Вы знаете, настоящий мужчина никогда не плачет. Но если он плачет, то эти слёзы очень искренние. Бывали такие случаи, но это пусть останется тайной. Каждая девушка хотя бы один раз в день смотрится в зеркало, а Ирина Олесенко смогла увидеть отражение и без него. Как? Смотрите и учитесь! Когда мы говорим о танце, каждый представляет его по-своему. Жесты, линия, пластика, движение, энергия. Слова зачастую воспринимаются людьми по-разному, а вот тело всегда честно. Иногда даже более, чем мы того хотим. Театр танца «Отражение» был создан на базе Инженерно-экономического факультета БГУИР в 2005 году. Руководитель Антонина Рудковская. За эти шесть лет коллектив успел завоевать признание и приобрести популярность среди творческой молодежи. Театр танца «Отражение» работает в различных направлениях современной хореографии с элементами театра. Постановки театра отличаются идейностью, разнообразными сюжетными линиями, эмоциональностью, оригинальностью музыкального сопровождения. У нас здесь в танце мы можем попробовать быть кем-то другим, поискать себя, не выходя за границы своей привычной жизни. За три минуты на сцене мы можем побыть, хотите, дворником, хотите, человеком с абсолютно разбитым сердцем. Без отражения не проходит ни одно культурно-массовое мероприятие в БГУИР. Театр танца является постоянным участником концертных программ, фестивалей и конкурсов. Мы хотим попробовать, не скромно, попасть на фестиваль современной хореографии в Витебске, который международный и белорусский, он проводится через год. И выступить на сцене Козы Витебск на этом фестивале. Я надеюсь, что к следующему году мы таки одолеем и поедем. Благодаря преданности танцу и постоянным репетициям за короткий период времени были созданы феерические концертные программы, которые всегда с аншлагами проходят в актовом зале родного университета. Скорость, движение и динамика, страсть, желание и искушение. Весь спектр человеческих чувств перед ними как на ладони. Приходи и выбирай. Хочется, конечно же, мальчиков, потому что вроде как и бус мужской, но одни девочки. Артисты театра танца «Отражение» гарантируют вам положительные эмоции, яркие, незабываемые впечатления и замечательное настроение. Ирина Олесенко, Евгений Горлукович. Специально для программы «Зачетная неделя». Знаю, что вы любите активный отдых. Да. Любите, да? Есть такой. Активный отдых – это, конечно же, себе все представляют какие-то, может быть, горы, может, какой-то лес в палатке. Некоторые там и остаются с гитарой и с анти-всякими средствами. А вот представьте себе такую ситуацию. Ночь, палатка, тайга. И вы вдруг просыпаетесь от шороха и понимаете, что медведь, большой бурый медведь, доедает в соседнем укромном месте вашу провизию. А вам как минимум еще неделю надо добираться обратно к какой-нибудь деревушке, из которой вас заберут. Ну вот какая вот ваша реакция? Как вы из этой ситуации выйдете? Ну, вы знаете, как настоящая русская женщина, сделаем шашлык с этого мишки. Шашлык? И будут все накормлены, все будут счастливы и довольны. Ну да, правильно. Но сейчас для активного отдыха достаточно мало времени. Какая-то у вас минутка есть свободная. Как вы ее проводите? Ну, вы правильно заметили, что я очень активный человек, поэтому у меня свободной минутки нет. Понятие свободной минутки – это, наверное, когда уже спишь, отдыхаешь. А так я в основном в движении. Движение – это жизнь. И я люблю движение и люблю свою жизнь. Мы познакомились с преподавателем курса «Теории электрических цепей» Пригарой Виктории Николаевной. Спасибо большое за внимание и за то, что уделили нам время. И вам спасибо. До встречи. До свидания. Эволюция дала студенту особенную память, которая работает по принципу «не знал, но вспомнил». С вами был Сергей Козлович. Следующая встреча через месяц. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok